Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 25 апреля, Великий Четверг, воспоминания Тайной вечери. В день опресноков, когда по ветхозаветному закону должно было закладь и вкушать пасхального агнца, и когда приидет час, да приидет Спаситель от мира сего к Отцу, Иисус Христос, пришедший исполнить закон, послал своих учеников Петра и Иоанна в Иерусалим приготовить Пасху, которую, как сень законную, хотел он заменить Пасхою новую, самим телом и кровью Своею. По наступлении вечера Господь пришел с двенадцатью своими учениками в большую, устланную, готовую горницу одного Иерусалима и возлег, внушая, что в Царстве Божием, которое не от мира сего, неземное величие и слава, но любовь, смирение и чистота духа отличают истинных членов, Господь, восстав от вечери, умыл ноги своим ученикам. Умыв ноги и возлегши, опять Господь сказал ученикам, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». По умовении ног Иисус Христос совершил Пасху сначала по закону Моисееву, потом установил и Пасху новую – Великое Таинство Святейшей Евхаристии. Установление Таинства Святого Причащения – есть второе событие, которое Православная Церковь воспоминает в Великий Четверток. Таинство Святого Причащения, установленное Господом пред Его страданиями и смертью, по заповеди Иисуса Христа «Сие творите в Мое воспоминание» с первых времен до настоящих непрерывно совершается на многочисленных престолах Церкви Вселенской. На вечере Господь определительно предрек ученикам, что один из них предаст Его, «И это именно тот, кому Господь подаст кусок хлеба, обмакнув, всолило, и обмакнув, подал Иудея Искариотскому. По хлебу вошел в него сатана, и предатель тотчас удалился от Христа и Церкви. Была уже ночь, прекратив спор апостолов о первенстве, которое между ними должно состоять не в господстве и обладании, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий, и предсказав апостолам общее искушение, а Петру троекратное отречение от Христа, и свое явление им по воскресенье в Галилее, Господь вошел с ними в сад Гефсиманский, на гору Елеонскую. Здесь начались его страдания, сначала душевные, а потом и телесные. Предначиная свои страдания, Господь сказал ученикам, «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна, бывших свидетелями славы его во время преображения, начал скорбеть и тосковать. «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною», сказал ученикам своим Бога-человек. Отойдя от них на вержение камня, Он преклонил главу и колено и молился до кровавого пота, как человек, чувствуя чашу страданий и совершенно предаваясь воле Отца. Иисусу Христу явился ангел с небес и укреплял Его. Во время молитвы своей Господь троекратно подходил к ученикам Своим и говорил им, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Но ученики не могли молитвенно бдеть с Господом, ибо у них глаза отяжелели. Гефсиманская молитва Иисуса Христа наставляет нас, что среди искушений и скорбей, молитва подает нам высокое и святое утешение и укрепляет готовность встретить и перенести страдания и смерть. Могущество молитвы, утешающей и укрепляющей, Господь поучительно показал и Своим примером пред Своими страданиями и смертью. И в то же время внушениями скорбевшим апостолам бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Около полуночи приходит в сад предатель с множеством вооруженного народа, присланного от первосвященников и старейшин. Господь Сам идет к ним навстречу и словами «это я», коими Он давал им знать о себе, повергает их на землю и потом смиренно допускает предателя поцеловать и взять себя на страдания и смерть. Так Господь, являвший продолжение земной своей жизни, божественное всемогущество и власть над законом естества, словом «это я, повергший на землю предателя с народом, имевший во власти своей легионы ангелов, но пришедший принести себя в жертву за грехи мира, добровольно и смиренно предает самого себя в руки грешников». По традиции, все верующие в этот день причащаются святых христовых тайн. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Василия Исповедника, епископа Парийского, священомученика Зинона, епископа Веронийского, преподобного Исаака Сирина в Спалете Италийском, преподобномучеников Мины, Давида и Иоанна, преподобный Афанасии Игумении, преподобномученика Сергия Крестникова, совершается празднование Муромской и Белонической иконам Божией Матери. Все, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезаимеництва. Благожелаю Вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам Ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое Вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok